В разгаре лета и в разгаре работы в рамках областных программ, ориентированных на создание комфортной среды, которая реализуется в районе не первый год. Набирает обороты программа «Мой подъезд», которую управляющие компании выполняют на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. 900 подъездов должны быть отремонтированы в этом году, в прошлом сделали больше тысячи. Работы встретили большую поддержку у жителей, как и программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Больше половины всех дворов во всех поселениях Щелковского района уже обновились. 51 двор в Щелковском районе вошел в этом году в план комплексного благоустройства дворовых территорий. Полевая 10 – один из дворов, где полным ходом идут работы. А также в этом доме отремонтированы подъезды в рамках еще одной губернаторской программы. Программа предусматривает несколько обязательных элементов, в частности озеленение, освещение, контейнерную площадку, парковку. Подключилась и программа дороги Подмосковья. По ней во дворах и внутри квартальных проездах укладывается новый асфальт. А вот от самого заметного элемента новой детской площадки жители даже иногда отказываются. Если, например, в соседнем дворе она уже есть, просят сделать зону отдыха для более старшего возраста. Добавились два элемента – это лавочки и урны. Основные шесть элементов остались с прошлого года, но опять же все делается по согласованию с жителями. Если отказываются от детской площадки в пользу, например, площадки тихого отдыха, то это фиксируется на акте, на схеме и подрядчик работает в соответствии с этими требованиями. Работы стартовали во всех 34 дворах в Щелкове и 17 в поселениях. На следующей неделе завершается первый этап комплексного благоустройства. Сдаются пять дворов – в Загорянке, в Огудневе и три – в Щелкове. Все сделали. Молодцы. В отличие от жителей, глава района доволен не всем. Считают, что благоустройство нельзя назвать в полной мере комплексным, поскольку не во всех дворах проект продуман досконально. Советы МКД должны плотнее взаимодействовать с управляющими компаниями. Еще на этапе включения двора в план. На будущее сейчас будем делать все возможное, чтобы комплексный благоустройств здоровья и территорий включал в себе закольцовку всех пешеходных и транспортных возможностей этого двора. И тогда, мне кажется, люди будут довольны. В любом случае будем добавлять, конечно, средства для того, чтобы все это закончить. Но хотелось бы, чтобы это делалось сразу. Уже формируется план благоустройства на следующий год. Шанс предусмотреть все досконально есть у жителей домов Комарова 11-2, Центральная 7 и 13, совместно с муниципальной управляющей компанией ДЭС ЖКУ. Смотри, какая территория хорошая для благоустройства. Вообще. Получается раз, два, три дома. Нормально. На следующий год включим. Анализируя исполнение других губернаторских программ, глава района отметил отставание по темпам ремонта дорог и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Подрядчиков вызовут в администрацию и с каждым по отдельности будут выяснять причины. Но если брать ситуацию в целом, то Алексей Валов подчеркивает, что такой масштабный и комплексный подход к созданию в городах и поселках комфортной среды стал возможен только в последние 4-5 лет. Это не просто декларируется. Андрей Юрьевич Урабьев держит на личном контроле губернатор, исполняет их программ. И у нас достаточно жесткий спрос за их исполнение. Уверен, что и дальше он будет продолжаться. На личном контроле губернатора области Андрея Воробьева остается строительство школ в Щелковском районе. Глава регулярно выезжает на стройплощадки, чтобы в случае необходимости оперативно оказать помощь. К счастью, на данный момент это не требуется. В сельском поселении Медвежье-Озерское, где возводят пристройку к школе на 275 мест, изменения с каждой неделей заметны. Работы идут на уровне цокольного этажа. Строители готовы начать монтировать перекрытие. Школу в микрорайоне «Солнечный» возводят с небольшим опережением графика. Работы ведутся на всех четырех секциях. Работают порядка 30 человек. Будет больше, как только на площадке установят башенный кран. Я уверен, что зашла компания, за которую мы не будем беспокоиться. Все люди на месте, все люди работают. Строительство идет полным ходом. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Максимов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Ирина Максимов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».